Итак, добрый день! Дорогие студенты, сегодня наша лекция «Простейшие методы шифрования с закрытым ключом». Тема «Цель лекции» — познакомить студентов с простейшими методами симметричного шифрования и конкретными шифрами, известными человечеству уже не одно столетие. В этой лекции рассматривается общая схема симметричного шифрования, а также дается классификация простейших методов симметричного шифрования. Описание каждого из указанных в квалификации шифров сопровождается примером. План. Общая схема симметричного шифрования методы замены, однофобидная замена, пропорциональная шифра. Литература корней в защите информации от ДИИ, интеллектуальные сервисы по управлению информацией и событиями безопасности в компьютерных системах и сетях. Надежность системы тестирования и защиты информации. Куприянов. Основы защиты информации учебной пособии 2008 года. Гафнер. ВЭВ. Информационная безопасность учебной пособии 2010 года. Кольева. НС. Информационная безопасность 2016 года. Эрман. Томилова. НИ. И другие информационные безопасности и защиты информации 2019 года. И так далее. Общая схема симметричного шифрования. Классическая или одноключевая криптография опирается на использование симметричных алгоритмов шифрования, в которых шифрование и расшифрование отличаются только порядком выполнения и направления некоторых шагов. Эти алгоритмы используют один и тот же секретный элемент – ключ. И второе действие – расшифрование является простым обращением первого шифрования. Поэтому обычно каждый из участников обмена может как зашифровать, так и расшифровать сообщение. Схематичная структура такой системы представлена на рисунке. 1. Общая структура секретной системы, использующая симметричное шифрование. Как вы видите, источник сообщения. Сообщение M. Криптографическая система. Источник ключа, где подается ключ. Шифрование сообщения. И криптографическая система сообщения M приемчиком сообщения, который получает приемчик. Естественно, при использовании ключа, как противник не может расшифровать то сообщение, которое было отправлено к приемнику. На предыдущей стороне имеется источник сообщений и источник ключей. Источник ключей выбирает конкретно ключка среди всех возможных ключей данной системы. Этот ключ передается некоторым способом принимающей стороне. Причем предполагается, что его нельзя перехватить. Например, ключ передается специальным курьером. Поэтому симметричный шифрование называется также шифрованием с закрытым ключом. Источник сообщений формирует некоторые сообщения M, которые затем шифруются с использованием выбранного ключа в результате процедуры шифрования. Получается зашифрованное сообщение E, называемое также криптограммой. Далее криптограмма E передается по каналу связи, так как канал связи является открытым, незащищенным. Например, радиоканал или компьютерная сеть. То передаваемое сообщение может быть перехвачено противником. На применяющей стороне криптограмму E с помощью ключа расшифровывает и получает исходное сообщение M. Если M сообщение, K ключ и E зашифрованное сообщение, то можно записать E, K, D. То есть зашифрованное сообщение E является некоторой функцией от исходного сообщения M и ключа K, используемого в криптографической системе метод или алгоритм шифрования, и определяет функцию F, приведенной выше формы. По причине большой избыточности естественных языков непосредственно в зашифрованное сообщение чрезвычайно трудно внести осмысленные изменения, поэтому классическая криптография обеспечивает также защиту от навязывания ложных данных. Если же естественной избыточности оказывается недостаточно для надежной защиты сообщения от модификации, избыточность может быть искусственно увеличена путем добавления к сообщению специальной контрольной комбинации, называемой имитопс-митроставкой. Известны разные методы шифрования с закрытым ключом. На практике часто используются алгоритмы перестановки, подстановки, а также комбинированные методы. На рисунке 2 представлен метод шифрования с закрытым ключом. В методах перестановки символа исходного текста меняются местами друг с другом. По определенному правилу методов замены или подстановки символа открытого текста заменяются некоторыми эквивалентами шифрованного текста. С целью повышения надежности шифрования текста, шифрованной с помощью одного метода, может быть еще раз зашифрован с помощью другого метода. В этом случае получается комбинированный или компатизационный шифр, применяемые на практике в настоящее время блочные или поточные симметричные шифры, также относятся к комбинированным, так как в них используется несколько операций для зашифрования сообщений. Основное отличие современной криптографии от криптографии до компьютерной заключается в том, что раньше криптографические алгоритмы оперировали символами естественных языков, например, буквами английского или русского алфавита. И те буквы представлялись или заменялись другими по определенному правилу. В современных криптографических алгоритмах используются операции над двоичными знаками, то есть над нулями и единицами. В настоящее время основными операциями при шифровании также является перестановка или подстановка, причем для повышения надежности шифрования эти операции применяются вместе, комбинируются и по многу раз циклически повторяются. Принципы построения современных блочных шифров сформулированы в принципе построения блочных шифров с закрытым ключом. Алгоритмы шифрования ДЭС и АЭС, алгоритмы криптографического преобразования данных ГОСТ 28147-89, а в этой лекции рассматриваются шифры постановки и перестановки, применяемые человеком с древнейшим времен. Мы должны познакомиться с этими шифрами, так как процедуры постановки и перестановки используются в качестве составных операций и в современных блочных шифрах. Метод замены. Методы шифрования замены постановки основаны на том, что символы исходного текста, обычно разделенные на блоки и записанные в одном алфавите заменяются одним или несколькими символами другого алфавита в соответствии с принятым правилом преобразования. Одноалфавитные замены. Одним из важных подклассов методов замены является одноалфавитные или многоалфавитные подстановки, в которых устанавливается однозначное соответствие между каждым знаком по ИТ исходного алфавита сообщения А и соответствующим знаком ИТ зашифрованного текста Е. Одноалфавитная подстановка иногда называется также простой заменой, так как является самым простым шифром замены. Примером одноалфавитной замены является шифр Цезаря, рассмотренной ранее, рассмотренной в основные понятия криптографии и примере. Первая строка является исходным алфавитом, вторая с циклическим сдвигом к влево, вектором замен. В общем случае при одноалфавитной подстановке происходит однозначная замена исходных символов и их эквивалентами из вектора замен или таблицы замен. При таком методе шифрования ключом является используемая таблица замен. Подстановка может быть задана с помощью таблицы. Например, как показано рисунок 3. Открытый текст, алфавит от А до Я с пробелом шифр первый и использую шифр второй. В таблице на рисунке 3 на самом деле объединены сразу две таблицы. Одна шифра 1 определяет замену русских букв исходного текста на другие русские буквы, а вторая шифра 2 – замену букв на специальные символы. Исходным алфавитом для обеих шифров будут заглавные русские буквы, за исключением букв ЙО и ИИ, пробел и точки. Зашифрованное сообщение с использованием любого шифра на алфавитной постановке получается следующим образом. Берется очередной знак из исходного сообщения, определяется его позиция в столбце «Открытый текст» таблицы «Замен». Зашифрованное сообщение вставляется в зашифрованный символ из этой же строки таблицы «Замен». Попробуем зашифровать сообщение «Вышлите подкрепление» с использованием этих двух шифров. Мерсунок 2.4. Для этого берем первую букву исходного сообщения «В». Таблицы на рисунке «Приз» в столбце «Шифр 1». Находим для буквы «В» заменяемый символ. Это будет буква «О». Записываем букву «О» под буквой «В». Затем рассматриваем второй символ исходного сообщения буквы «И». Находим эту букву в столбце «Открытый текст» и в столбце «Шифр 1». Берем букву, стоящую на той же строке, что и буква «И». Таким образом, получаем второй символ зашифрованного сообщения букву «Н». Продолжая действовать, аналогично зашифровываем все исходные сообщения. По причине большой избыточности естественных языков непосредственно в зашифрованное сообщение чрезвычайно трудно внести осмысленные изменения. Поэтому классическая криптография обеспечивает также защиту от навязывания ложных данных. Если же естественной избыточности оказывается недостаточной для надежной защиты сообщения от модификации, избыточность может быть искусственно увеличена путем добавления к сообщению специальной контрольной комбинации, называемой ими доставкой. «Известны разные методы шифрования с открытым ключом. Рисунок 2». На практике часто используются алгоритмы перестановки и подстановки, а также комбинированные методы. Пример шифрования методом приема прямой замены. Как вы видите, открытое сообщение. Вышлите подкрепление. Зашифрованное сообщение с использованием шифров 1. Как вы видите, нет. И следующее текст. Зашифрованное сообщение с использованием шифров 2. Мы получили множество символов. Полученный таким образом текст имеет сравнительно низкий уровень защиты, так как исходный и зашифрованный текст имеют одинаковые статистические закономерности, при этом не имеет значения, какие символы использованы для замены. Перемещенные символы исходного текста или таинственные выглядящие знаки. Зашифрованное сообщение может быть вскрыто путем так называемого частотного криптоанализа. Для этого могут быть использованы некоторые статические данные языка, на котором написано сообщение. Известно, что в текстах на русском языке наиболее часто встречаются символы О и НЕМНОГО РЕЖЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ БУКВЫ ЕА. Из согласных самых частых символов ТНРС в расположении криптоаналитиков имеются специальные таблицы частот встречаемости символов для текстов разных типов, научных и художественных и т.д. Криптоаналитик внимательно изучает полученную криптограмму, подсчитывая при этом, какие символы сколько раз встретились. Вначале наиболее часто встречаемые знаки зашифрованного сообщения заменяются, например, буквами О. Далее производится попытка определить места для букв ИЕА. Затем подставляются наиболее часто встречаемые согласные. На каждом этапе оценивается возможность сочетания тех или иных букв. Например, у русских словах трудно найти четыре подряд гласные буквы, слова в русском языке не начинаются с буквы ИЕ. На самом деле для каждого естественного языка, русского, английского и т.д. существует множество закономерностей, которые помогают раскрыть специалисту, зашифрованные противникам сообщения. Возможность однозначного криптоанализа напрямую зависит от длины перехваченного сообщения. Просмотрим, с чем это связано. Пусть, например, в руки криптоаналитиков попала зашифрованная с помощью некоторого шифра одноалфавитная замена сообщения. Как вы видите ниже. Это сообщение состоит из 11 символов. Пусть известно, что эти символы составляют целое сообщение, а не фрагмент более крупного текста. В этом случае наше зашифрованное сообщение состоит из одного или нескольких целых слов. В зашифрованном сообщении символ и град, твердый знак, встречается два раза. Предположим, что в открытом тексте на месте зашифрованного знака, твердый знак, состоит согласное О, А, И или Е. Подставим на место твердого знака эти буквы и оценим возможность дальнейшего криптоанализа таблицы 1. Варианты первого этапа криптоанализа. Как вы видите, после замен, все приведенные варианты замены могут встретиться на практике. Попробуем подобрать какие-нибудь варианты сообщения, учитывая, что в криптограмме остальные символы встречаются по одному разу. Таблица 2. Варианты второго этапа криптоанализа. Зашифрованные сообщения. Варианты подобных дешифрованных сообщений. Жди сумрака. Джона убили всех. Побили. Мы победили. Кроме представленных на таблице 2 сообщений, можно подобрать еще большее количество подходящих фраз. Таким образом, если нам ничего не известно заранее о содержании перехваченного сообщения малой длины, дешифровать его однозначно не получится. Если же в руки криптоаналитиков попадает достаточно длинное сообщение, зашифрованное методом простой замены, его обычно удается успешно дешифровать. На помощь специалистам по вскрытию криптограмм приходят статистические закономерности языка. Чем длиннее зашифрованное сообщение, тем больше вероятность его однозначного дешифрования. В алгоритме криптографического преобразования данных ГОСТ 28.147-89 будут более подробно рассмотрены вопросы теоретической стойкости криптосистем, а также принципы построения идеальных криптосистем. Интересно, что если попытаться замаскировать статистические характеристики открытого текста, то задача вскрытия шифра простой замены значительно усложнится. Например, с этой целью можно перед шифрованием сжимать открытый текст с использованием компьютерных программ-архиваторов. С усложнением правил замены увеличивается надежность шифрования. Можно заменять не отдельные символы, а, например, двухбуквенные сочетания, биграммы. Таблица замен для такого шифра может выглядеть, как на таблице 2.3. Таблица 3 – пример таблицы замен для двух буквенных сочетаний. Открытый текст, шифр текст И зашифрованный текст. Оценим размер такой таблицы замены. Если исходный алфавит содержит R символов, то вектор замен для биграммного шифра должен содержать N2 пар открытых текстов зашифрованного текста. Таблицу замен для такого шифра можно также записать и в другом виде. Заголовки столбцов соответствуют первую букву биграммы. От заголовки строк второй, причем ячейки таблицы заполнены заменяющими символами. В такой таблице будет N строк и N столбцов. В таблице следующие 4. Другой вариант задания таблицы замен для биграммного шифра. Возможно варианты использования 3-граммного или вообще N-граммного шифра. Такие шифры обладают более высокой криптостойкостью, но они сложнее для реализации и требуют гораздо большего количества ключевой информации, больший объем таблицы замен. В целом все N-граммные шифры могут быть раскрыты с помощью частного криптоанализа, только используется статистика встречаемости не отдельных символов, а сочетаний из N-символов. Пропорциональные шифры. К аналфавитным методам подстановки относятся пропорциональные или монофонические шифры, в которых уравнивается частота появления зашифрованных знаков для защиты от раскрытия с помощью частного анализа. Для знаков, встречающихся, часто используется относительно большое число возможных эквивалентов. Далее, для менее используемых исходных знаков может оказаться достаточным одного или двух эквивалентов. При шифровании замена для символа открытого текста выбирается либо случайным, либо определенным образом, например, по порядку. При использовании пропорционального шифра в качестве замены символом обычно выбираются числа, например, поставим в соответствии буквам русского языка трехзначных числа, как указано на таблице 2.5. Таблица замен для пропорционального шифра. Символ, варианты замены, символ, варианты замены. От А до Я с пробелом. В этом случае сообщение «Большой секрет» может быть зашифровано следующим образом, как показано ниже. В данном примере варианты замен для повторяющихся букв, например, «О» выбирались по порядку. Интересно, что шифры, в которых производится замена букв несколькими символами пропорционально встречаемости в открытом тексте, описывали итальянские ученые еще в XIV-XV веках. Пропорциональные шифры более сложны для вскрытия, чем шифры простой одноалфавитной замены. Однако, если имеется хотя бы одна пара открытого текста, шифротекст, вскрытие производится тривиально. Если же в наличии имеется только шифротексты, то вскрытие ключа, то есть нахождение таблицы замен становится более трудоемким, но тоже вполне осуществимым. В многоалфавитной постановке в целях маскирования естественной частотной статистики исходного языка применяется многоалфавитная подстановка, в которой также бывают несколькими видами. В многоалфавитных постановках для замены символов исходного текста используется не один, а несколько алфавитов. Обычные алфавиты для замены образованы из символов исходного алфавита, записаны в другом порядке. Примером многоалфавитной постановки может служить схема, основанная на использовании таблиц Виженера. Этот метод, известный уже в XVI веке, был описан французом Блезвым Виженером в трактате о шифрах, вышедшем в 1585 году. В этом методе для шифрования используется таблица, представляющая собой квадратную матрицу с числом элементов n на n, где n количество символов в алфавите. В первой стаке матрицы записывают буквы в порядке очередности их в исходном алфавите. Во второй – ту же последовательность букв, но с циклическим сдвигом влево на одну позицию. В третьей – со сдвигом на две позиции и т.д. Для шифрования текста выбирают ключи, представляющие собой некоторые слова или набор символов исходного алфавита. Далее из полной матрицы буквы выписывают под матрицу шифрования, включающую первую строку, и строки матрицы, начальными буквами которых являются последовательно буквы ключа. Например, если выбрать ключ весна, то таблица шифрования будет такой, как на таблице 7. Таблица 7 – первый этап шифрования. Составление под матрицей шифрования. В процессе шифрования под каждую букву шифруемого текста записывают буквы ключа, повторяющие ключ, сделаемое число раз, затем шифруемый текст под таблицей шифрования, заменяя буквами, расположенными на пересечениях линий, соединяющих буквы текста первой строки таблицы и буквы ключа, находящиеся под ней. Например, под первой буквы исходного текста М записана буква В ключа. В таблице кодирования находим столбец, начинающийся с М и строку, начинающийся с В. На их пересечении располагается буква О. Она и будет первым символом зашифрованного текста. Следующая буква исходного сообщения Е – символ ключа тоже Е. Находит пересечение строки. На ходе пересечения строки, начинающегося с Е и столбца, начинающегося с Е. Это будет буква Ил, второй символ зашифрованного сообщения. Рисунок 5, как вы видите, механизм шифрования многолковидной замены. Исходный текст, метод перестановки ключ, весна и весна и весна и весна и весна и весна и весна. Рассмотрим на примере процесс расшифрования сообщения по методу движения. Пусть имеется зашифрованное с помощью ключа весна сообщение, как вы видите, пробелы при шифровании пропущены. Расшифровка текста выполняется в следующей последовательности таблицы 8. Над буквами шифрованного текста сверху последовательно записывают буквы ключа, повторяя ключ, требуемое число раз. В строке под матрицей таблицы визженера для каждой буквы ключа отыскивается буква, соответствующая знаку шифрованного текста. Находящаяся над ней буква первой строки и путь знаков расшифрованного текста. Полученный текст группируется в слова по смыслу. Механизм расшифрования. Ключ. Зашифрованный текст. Расшифрованный текст. Защита информации. Исходный текст. Защита информации. Расскажите шифры визженера тем же способом, что и шифр однолфабитной замены невозможно, так как одни и те же символы открытого текста могут быть заменены различными символами зашифрованного текста. С другой стороны, различные буквы открытого текста могут быть заменены одинаковыми знаками зашифрованного текста. Особенность данного метода многоалфавитной подстановки заключается в том, что каждый из символов ключа используется для шифрования одного символа исходного сообщения После использования всех символов ключа они повторяются в том же порядке Если используется ключ из 10 букв, то каждая десятая буква сообщения шифруется одним и тем же символом ключа Этот параметр называется переводом шифра Если ключ из шифрования состоит из одного символа, то при шифровании будет использоваться одна строка таблицы беженера Следовательно, в том случае мы получим многоалфавитную подстановку, а именно шифр Цезаря С целью повышения надежности шифрования текста можно использовать подряд два или более шифрования по методу беженера с разными ключами Составной шифр беженера На практике кроме метода беженера использовались также различные модификации этого метода Например, шифр беженера С перемешанным один раз алфавитом В этом случае для расшифрования сообщения получается необходимо, кроме ключа, знать порядок исследования символов таблицы расшифрования Еще одним примером метода алфавитной постановки является шифр с бегущим ключом или книжный шифр В этом методе один текст используется в качестве ключа для шифрования другого текста Докомпьютерной криптографии в качестве ключа для шифра с бегущим ключом выбирали какую-нибудь достаточно толстую книгу От этого и произошло второе название этого шифра В периодом методе шифрования будет длина выбранного в качестве ключа произведения Методы многоалфавитной подстановки в том числе и метод движения значительно труднее поддаются по ручному криптоанализу Для вскрытия методов многоалфавитной замены разработаны специальные достаточно сложные алгоритмы С использованием компьютера вскрытие метода многоалфавитной подстановки возможно достаточно быстро Благодаря высокой скорости проводимых операций и расчетов В первой половине XX века для автоматизации процесса выполнения многоалфавитных подстановок Стали широко применяться роторные шифровальные машины Главными элементами в таких устройствах являются роторы Механические колеса, используемые для выполнения подстановки Роторная шифровальная машина содержала обычную клавиатуру и набор роторов Каждый ротор содержал набор символов по количеству в алфавите, размещенных в произвольном порядке И выполнял простую одноалфавитную подстановку После выполнения первой замены символы сообщения обрабатывались вторым ротором и так далее Роторы могли смещаться, что и задавало ключ шифрования Некоторые роторные машины выполняли также и перестановку символов в процессе шифрования Самым известным устройством подобного класса является немецкая шифровальная роторная машина Enigma Использовавшаяся во время Второй мировой войны Выпускалось несколько моделей Enigma с разным числом роторов В вашем шифровом машине Enigma с тремя роторами можно было использовать 16900 разных алфавитов И все они представляли собой различные перестановки символов Методы гомирования Еще одним частым случаем многоалфавитной постановки является гомирование В этом способе шифрование выполняется путем сложения символов исходного текста и ключа по модулю Равному числу букв в алфавите Если в исходном алфавите, например, 33 символа, то сложение производится по модулю 33 Такой процесс сложения исходного текста и ключа называется в криптографии наложением гаммы Пусть символом исходного алфавита соответствует числа от 0 до 32 Если обозначить число, соответствующее исходному символу x от символу ключа k, то можно записать правило гомирования следующим образом z равен x плюс k mod n, где z кодирование символа n количества символов по алфавите Сложение по модулю n операции аналогичное обычному сложению с тем отличием, что если обычное суммирование дает результат больше или равный n, то значением суммы считается остаток отделения его на n Например, пусть сложим по модулю 33 символа g3 и u31 3 плюс 31 умол 33 равны 1 То есть в результате получаем символ b, соответствующий числу 1 Наиболее часто на практике встречается двоичное гомирование При этом используется двоичный алфавит, а сложение производится по модулю 2 Операция сложения по модулю 2 часто обозначается знаком То есть можно записать z равна x плюс k mod 2 равна x Операция сложения по модулю 2 в алгебре, логике называется так же Исключающие или по-английски рассмотрим, например Предположим, нам необходимо зашифровать десятичное число 14 методом гомирования с использованием ключа 12 Для этого вначале необходимо преобразовать исходное число и ключ к двоичной форме Затем надо записать полученные двоичные числа друг по другу, а также пару символов сложить по модулю 2 При сложении двух двоичных знаков получается 0 Если исходные двоичные цифры одинаковы и 1, если цифры разные Сложим по модулю 2 двоичные числа 1110 и 1100 Исходные числа, гамма, результат, как вы видите, в результате сложения получили двоичное число Если перевести его в десятичную форму полученного, таким образом в результате применения число 14 операций домирования с ключом 2 У нас получаем в результате число 2 Каким же образом выполняется расшифрование? Зашифрованное число 2 представляется в двоичном виде И снова производится сложение по модулю 2 с ключом шифрованного числа 10 гамма 1100, результат 1110 Переведем полученное двоичное число 1110 в тысячный вид и получим четвертое исходное число Таким образом, при гаммировании по модулю 2 нужно использовать одну и ту же операцию как для расшифрования, так и для расшифрования Это позволяет использовать один и тот алгоритм в соответствии и одну и ту же программу при программной реализации Как для расшифрования, так и для расшифрования Операция сложения по модулю 2 очень быстро выполняется на компьютере Поэтому наложение гаммы даже на очень большой открытый текст выполняется практически мгновенно Благодаря указанным достоинствам метод гаммирования широко применяется в современных технических системах сам по себе А также как элементы комбинированных алгоритмов шифрования Сформулируем, как производится гаммирование по модулю 2 в общем случае Символ исходного текста и гамма представляется в двоичном коде и располагается один под другим При этом ключ записывается столько раз, сколько требуется Каждая пара двоичных знаков складывается по модулю 2 Полученное последовательным двоичным знакам кодируется символами алфавиты в соответствии с выбранным кодом На рисунке 6 показано, как применяется гаммирование к тексту с русскими символами Символы кодируются в соответствии с принятой кодировкой, а затем производится сложение по модулю 2 При использовании метода гаммирования ключом является последовательность, с которой производится сложение гамма Если гамма короче, чем сообщение, предназначенное для шифрования, гамма повторяется требуемое число раз Так, в примере на рисунке 2.6 длина исходного сообщения равна 13 байта, а длина ключа 5 байта Следовательно, за шифрование гамма должна быть повторена 2 раза полностью и еще 1 раз частично Как вы видите, механизм гаммирования Исходный текст гаммирования в 16-ти речном виде Чем длиннее ключ, тем надежнее шифрование методов гаммирования Связь длины ключа с вероятностью раскрытия сообщения, а также некоторые принципы дешифрования сообщений Закрытым методом гаммирования обсуждаются в поточной шифре и генераторе псевдослучайных чисел часть 2 Их шифрование помехоустойчивого кодирования и сжатие информации На практике длина ключа ограничена возможностью аппаратуры обмена данными и вычислительной техники А именно, выделяемыми объемами памяти под ключ, временем обработки сообщений А также возможностями аппаратуры подготовки записи по последовательности ключей Кроме того, для использования ключа вначале необходимо каким-либо надежным способом доставить его обеим сторонам Обменивающимся сообщениями Это приводит к возникновению проблемы о распределении ключей Сложность решения, которая возрастает с увеличением длины ключа и количества абонентов в сети передачи сообщений Метод перестановки При использовании шифра перестановки входной поток исходного текста делится на блоки, в каждом из которых выполняется перестановка символов В классической докомпьютерной картографии получались результаты записи исходного текста и чтения расшифрованного текста по разным путям геометрической фигуры Теоретически, если блок состоит из D-символов, то число возможных перестановок, как вы видите в последнее примере, DRM-60, следовательно, число перестановок равно 6 факториалов Таким образом, если противник перехватил зашифрованные сообщения из рассмотренного примера, ему понадобится не более 720 покупок для раскрытия исходного сообщения При условии, что размер блока известен противнику Для повышения крепостойкости можно последовательно применить к шифровым сообщения, две или более перестановки с разными периодами Другим примером методом перестановки является перестановка по таблице В этом методе производится запись исходного текста по строкам, некоторая таблица и чтение его по столбцам в той же таблице Последовательное заполнение строк и чтение столбцов может быть любой и задаётся ключом Осмотрим пример Пусть таблица газирования будет 4 столбца и 4 строки размером блока равен 3х4х13х7х Мы шифруем такой текст, это текст для шифрования Количество символов в исходном сообщении равна 24 Следовательное сообщение необходимо разбить на два блока Запишем каждый блока, сходим таблицу по строчкам Таблица 2.9, шифрование методом перестановки по таблице Это текст для шифрования Затем будем считать, что из таблицы каждый блок последовательно по столбцам Как вы видите, ниже можно считывать столбцы не последовательно, а например 3, 2, 1, 4 В этом случае порядок считанных столбцов и будет ключом Посмотрим, как зашифровать и расшифровать сообщения, имеющие длину не кратный размер таблицы перестановки Шифруем слово переменка Количество символов в исходном сообщении равно 9 Запишем сообщение в таблицу по строкам А последние три ячейки поставим пустыню Как вы видите, ниже по таблице 2.10 Затем будем считывать из таблицы а последовательно по столбцам Как вы видите, ниже Для расшифрования на приемной стороне устанавливается другой блок, восстанавливающий порядок цепей Аппаратно реализуемая перестановка широко используется на практике как составная часть некоторых современных шифров При перестановке любого вида зашифрованные сообщения будут вводить те же символы, что и в открытый текст, но в другом порядке Следовательно, статистические закономерности языка останутся без изменений Это дает криптоаналитику возможность использовать различные методы для восстановления правильного порядка силы Итак, если у противника есть возможность пропускать через систему шифрования методов перестановки Специально подобранные сообщения, то он сможет организовать атаку по выбранному тексту Мы рассмотрели общую схему симметричного шифрования и классификацию простейших методов шифрования с открытым ключом В следующей лекции мы познакомимся с принципием построения современных примечных алгоритмов Итак, краткие итоги Симметричные шифры Определение Способ шифрования В котором для шифрования Шифрование применяется один и тот же Криптографический ключ Шифрование должен сохраняться в секрете А другими сторонами Известны разные методы шифрования с открытым ключом На практике часто используются алгоритмы перестановки А также комбинированные методы Методом перестановки символы исходного текста Меняются местами друг с другом По определенному правилу Итак, дорогие студенты, спасибо за внимание Продолжение следует...